Привет друзья! Хотите очень легко и просто сделать такие рюкзачки для своих куколок? Сегодня я научу вас этому. Мастер-класс будет очень подробным, так что у вас не останется ни одного вопроса. Сегодня мы сделаем 4 рюкзака. Они настолько простые, что их может сделать даже ребенок. Кстати, вот этот сделала моя 7-летняя дочь. И я не забыла про одежду Шибадзуку. Первая часть ее преображения в видео в подсказке. Ведь один из рюкзачков предназначается ей. Угадайте какой! Для начала сделаем очень простую выкройку. Мне понадобится тетрадка в клеточку. И начинаем считать клетки. Видео я немного убыстрю, чтобы не надоедать вам. В итоге у меня получилось 5 деталей. 1, 2, 3, 4, 5. В описании я оставлю ссылку, где вы можете скачать выкройку. Осталось лишь аккуратно все вырезать. Проверьте меня. Все верно? 1, 2, 3, 4, 5. А теперь наглядно покажу вам, как просто будет собираться рюкзачок. Сгибаю боковые ушки один раз. И второй раз. Соединяю серединки. Накрываю сверху. Оставшуюся часть загибаю вовнутрь. Получилась маленькая сумочка. А вот этот клапан будет вклеиваться вовнутрь. Он будет закрывать рюкзачок. Сзади будут две лямки и ручка. Это бумажный вариант. А вот уже рюкзачок из фетра. И именно так он будет выглядеть. Интересно, а что бы вы положили вовнутрь рюкзачка? Теперь нам осталось сделать это все из ткани. Рюкзак первый. Открою вам тайну, что этот рюкзачок сделала моя семилетняя дочь. Так что у вас обязательно все получится. В общем, нам понадобится фетр. У меня он достаточно плотный и жесткий. Я попросила приложить выкройку к фетру. Синий кусочек фетра, он достаточно плотненький. Я уже его погладила. Я отдаю своей семилетней дочке фетр и выкройку. Чтобы она самостоятельно сделала рюкзачок. Покажу на розовом кусочке фетра, как же это делать. Укладываю детальки поверх, стараясь делать это компактно. Для обводки я использую карандаш. Можно также использовать белую гелевую ручку или ручку с исчезающими чернилами. Только, пожалуйста, не используйте обычную ручку. А то чернила при вырезании останутся на ваших руках и щеках. Для вырезания лучше использовать маникюрные ножницы с острыми концами. Ушки по бокам складываю пополам и еще раз приминаю пальчиками. Эти ушки будут вот так склеиваться. А задняя стеночка их будет держать. Нам нужно все это склеить. Ориентируясь на заломы фетра, с помощью клеевого пистолета я склеиваю. Попросите взрослых вам помочь. Теперь нужно оставшиеся половинки ушек приклеить к спинке рюкзачка. Промазываю клеем вот эту часть и приклеиваю ее. И также приклеиваю вторую часть. Вот что получилось. Оставшуюся часть мне нужно завернуть и вклеить вовнутрь. Вот уже и получилась сумочка. Эта деталька будет вклеиваться вовнутрь и закрываться. Но прежде необходимо вклеить ручку и лямки. Самую маленькую детальку склеиваю в виде петельки. И затем вклеиваю ее в рюкзачок. Лямки также промазываю клеевым пистолетом и приклеиваю на рюкзачок. Осталось дело за малым. Для этого внутри смазываю клеем и приклеиваю деталь. Вот и рюкзачок почти готов. Здесь будем делать пришивать пуговку или что? Или липучку? Ну, чтобы красиво было. Например, вот так. В общем, я достала свои сокровища. Бусинки, глазки, цветочки, стразы, пайетки, кристаллы, пуговицы. И посмотрите, дочь украсила рюкзачок и что получилось в итоге. Кстати, он закрывается на липучку, которая также была вклеена с помощью клеевого пистолета. Рюкзачок 2. Этот стильный кожаный рюкзак был сделан из той же самой выкройки, но с небольшим секретиком. Рюкзак из кожи идеально вписывается в любой стиль. У меня давно лежал кусочек кожи, думаю, что это скорее всего искусственная кожа. Помните, из нее я делала вот этот зонтик. Накладываю бумажную выкройку и обвожу детали. Аккуратно вырезаю ножницами. Чтобы склеить рюкзачки, вы можете использовать клей-карандаш, клей ПВА, клей-момент кристалл, клей-момент столер и другие. Именно для кожи я буду использовать момент кристалл, так как он более липучий уже на первых секундах, а кожа все-таки она очень привередлива. Помните, как мы собирали первый рюкзачок? Этот будет собираться так же. Но я дополнительно вырежу вот эти детальки. Одна боковинка и вторая боковинка. Ну и проще простого вырезать их из ткани. Наберитесь терпения, и я вам расскажу, для чего они нужны. Делаю заломчики на коже, чтобы портфельчик было удобно собирать. Если вам не видны эти заломы, то выделите их цветом. Зубочисткой распределяю клей по лицевой стороне. И прикладываю к основной детали рюкзака. Со второй дополнительной деталькой поступаю точно так же. Теперь смазываю остальную часть и приклеиваю. Так же поступаю и с другой стороны. Продолжаю склеивать и промазываю эту часть клеем. Накрываю спинкой портфеля. Точно так же поступаю и с этой частью. Ну вот, уже похоже на кармашек. Осталось склеить вот так. И опять вход любимый клей. А у вас как дела? Все получается? Если есть вопросы, то перемотайте немного видео назад. И вы сразу поймете, как нужно сделать. А теперь раскрой секрет. Для чего нужно было вырезать дополнительные детальки? Они не дают расходиться этой и этой части. То есть дну и боковинки рюкзачка. И там нет зазора. А вот с другой стороны я не так аккуратно склеила. И видно, что без дополнительной детальки в портфеле была бы огромная дырка. Самая маленькая деталь это петелька ручка. Сначала склеиваю саму петельку. Ну а потом уже приклеиваю к рюкзачку. Лямки. Нижнюю часть лямок приклеиваю ко дну. Осталось вклеить крышку, скрывашку. Делаю заломчик, чтобы определить, какую именно часть намазать клеем. Чтобы не запачкать рюкзак внутри, я этот язычок сворачиваю в полутрубочку. И потом смело завожу в сам рюкзак и прижимаю. Пожалуй, добавлю еще чуток клея, чтобы было все красиво. Ну вот и все. Готово. Дело за украшением. Я решила пришить подвеску, часики и приклеить висячие украшения с камешком. С помощью клеевого пистолета я приклеила липучку. Как вам такой стильный кожаный портфель цвета шоколада? Но это еще не все. Рюкзак третий. Помните, в начале видео я вырезала детальки из розового фетра? Этот милый, очаровательный рюкзачок предназначается для, как думаете, для кого? Для куколки Шибадзуку. Рюкзачок сделан без использования клея и сейчас я научу вас, как же его сшить. Мои детальки уже вырезаны по той же самой выкройке. Помните, что ссылку на нее я оставила вам в описании. Для сшивания деталей я беру яркие нитки, чтобы шов был виден на рюкзаке. Я уже вставила нитку в иголку. Делаю узелок. Срезаю лишний хвостик. Для удобства опять делаю заломы на фетре. И начинаю сшивать слева направо. Делаю первый стежок, закрепку. Рядышком делаю прокол иголкой. Тем временем заднюю нить я завожу под иглу и затягиваю. Такой шов самый популярный. Он хорошо держит края, а нить сверху не дает ткани осыпаться. На таком же расстоянии я делаю следующий стежок. Заднюю нить завожу под иглу. Затягиваю и получаю второй ровный стежок. Стежок. Нитку завожу под иглу и затягиваю. Такими стежками я прошиваю до конца. Закрепляю нитку, делая несколько мелких стежков на одном месте. И срезаю ножницами нить. Вновь делаю узелок на нитке и сшиваю с другой стороны. Нахожу серединку, также слева направо и точно таким же швом, заводя заднюю нить под иглу. Помните, что заднюю нить нужно заводить под иглу. Закрепляю нить, делая несколько стежков на одном месте и срезаю ее. Вот что у меня в итоге получилось. У вас так же? Детали задничка желательно сшить. И здесь не важно каким швом, потому что его все равно не будет видно внутри рюкзака. Он там спрячется. Пришиваю заднюю стенку к самому рюкзачку слева направо и контролирую, чтобы нить была под иглой. Думаю, что вы уже приноровились и для вас этот шов стал легче простого. Пришиваю задник и с другой стороны тоже. Этот шов универсальный и с помощью него вы можете шить кукольную одежду. Дело за малым, а именно пришить ручку. Я это делаю швом назад иглой. Вы же можете пришить обычным швом, так как вам нравится. Его все равно не будет видно. Ручка пришита и здесь ничего не видно. Точно так же мне нужно вшить лямки для рюкзачка. На фетре очень удобно шить. Вам понравится работать с этим материалом. Ну, почти все. Теперь нужно пришить лямки ко дну рюкзачка. Делать я буду это красивым швом, контролируя, что ниточка сзади будет проходить где? Правильно, под иглой. Вставляю в портфельчик последнюю деталь и прошиваю аккуратно красивым швом. Рюкзачок полностью готов, без использования клея. Он сшит и осталось пришить украшение. И, конечно, липучку. Осталось посадить сюда китти. Как думаете, она подходит сюда? Из набора «Сделай браслет сам» у нас остались чудесные красочные бусинки. И мне очень хочется ими украсить рюкзак. Нитки я буду использовать в цвет рюкзачка бледно-розовый. Мне очень понравилось шить этот милейший рюкзачок. Думаю, что у вас он получится еще лучше. Как думаете, шипадзуку довольна? Рюкзак 4. И это еще не все. Ведь я сделала четвертый рюкзак. Зеленая полянка. Кстати, можно было сделать новогодний рюкзак. Чтобы вам не надоедать, я не буду показывать подробности, как я его делала. Вырезала детали из фетра, склеивала. Ведь вы это уже знаете. Отмечу, что склеивала я его с помощью клеевого пистолета. И вместо липучки пришила клепку. Кстати, в виде застежки можно пришивать также пуговку. Мне было очень приятно научить вас создавать такую красоту. Надеюсь, вы по моему видео сделаете свой рюкзачок. Ведь это совсем не сложно. Буду благодарна пальчику вверх. И не пропустите мое следующее видео. Оно будет просто бомба. И маленький секретик. Там будет конкурс. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok